И, в принципе, по цене нормально. Сейчас таксисты более-менее, кстати. По возможности, да? Да. Еще с зимы ходовку не делал, потому что... Вы не поняли? Это карантин. Болеете? Это десятый день карантина. Я сейчас в гостях до Антона приехал на такси. Видос общения с таксистом я вам приложу. Так что увидите этот разговор. В принципе, машина не подбавилась на дорогах. Также и катаются. Видео все видно. Люди как-то позабыли о карантине. Дети гоняют на велосипедах, отдыхают. Возители также с колясками, с детьми. Не высохло еще. Да, это здесь. То есть раньше вообще была жопа. Да, я помню. Здесь раньше где-то КамАЗы тонули. У меня здесь вот это. Здесь сейчас магазин есть, а напротив через дорогу дом первый. Вот там бабушка раньше жила. Я еще пацаненком здесь бегал. Здесь раньше совсем было. Сейчас я скину вам, посмотрите. Так удобнее, блин, чем с наличкой возиться. Где-то что-то потерял, блин. А так в телефоне все есть. Я вот привык на Яндексе. На Яндексе вообще много кто безналом пользуется. Все там за день насобиралось, а сумма наша техподдержка ЖИП перекинула на карточку. Все, никаких проблем. Пошел, заправился. Покупаешь что-то, еще что-то. Да, удобно. Платежи какие-то платишь. Ну, уже пора отходить до этих наличных денег. Чем вот это вот. Ну, еще, видите, не во всех магазинах вот эти терминалы есть. До Щаново перекрыто. По Маулиново, видите, прыгать теперь. Маулиново и так, блин, саму ремонтировать надо. Любимая улица моя, блин. Так бы объехать там Слепуново выезд бы. Что-то ее, не знаю, в этом году, по-моему, и не сделают. Да. Я делаю, делаю, сколько раз делали на Китово. Выждать только щебенкой остается. Великого асфальта. А я еще с зимы ходовку не делал, потому что то этот карантин начался, короче, сидел дома тоже. Почти неделю просидел, потом думаю, не, надо ехать в Народное, обклеиваться и выезжать. Ну да. А то, ну, на Яндексе, на Индравере же нельзя, это без обклеек же, без правок. Ну, хлопают. Да, штрафуют, короче. Думаю, нет. Поеду так. Далаги, наркоманы сейчас как? Двигаются. По закололкам. Так я думаю, смотрю, даже у синяков маски появились. Откуда вот именно? Так в том и прикол, потому что первые дни говорили, масок нет, потом заходишь в любой хозяйственный магазин, и, блядь, везде там пачками лежат. Откуда сразу нарисовали столько? Ну да, обещаю, в главной улице сделать, а прогулки хуй его знать. Хотя вот прогулки хуй разу, блядь, там грязь, нет. Прогулки они вообще не дотрогают их. Я все вижу, потому что даже у нас мусор не было сейчас. Хотя бы как-то их там, хотя бы как этот сделали, как грунтовку нормально хоть засыпали бы. Ну че, здесь же строительные вот эти мусор, да? Да, конечно. Асфальты, куски вот эти. Засыпали нормально, да еще. Они еще умудряются, да, асфальты куски продавать, блядь. Это, конечно, сами же вот эти же продают. Потому что большая часть это пенсионеры по-любому на датчике. Конечно, ты че, ну сколько жалко, что там, блядь, насаждения всякие, блядь. Так они живут полгода на этих насаждениях потом. Конечно, блядь. И мы живем, блядь, мы же тоже берем жадку дома. Там соленье, варенье, все продают, что хотят. Вот так вот прошел 10-й день карантина. И, ну вот так вот туда-обратно на таксист скатался. И, в принципе, ну по цене нормально. Сейчас таксисты более-менее, кстати, насчет этого. Потому что народ начал жаловаться и цены в прежнем рамках начали устанавливать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok